Ребят, всем привет. Прикиньте, утренняя трансляция, точнее не утренняя, а дневная трансляция. Мы сейчас подождем, когда подключится побольше людей. Я, как видите, недавно проснулся, точнее проснулся достаточно давно, но у меня появилась вот с утра такая тема наболевшая. Салют, салют, доброе утро, доброе, доброе, доброе. Пошли, приветы. Здорово, здорово, здорово. 70 человек в эфире, уже 75. Да, ребят, у нас сегодня тема... Игорян, покажи банку, вот она банка, банка при мне. Итак, ребят, у нас сегодня тема такая. Где взять деньги на подготовку? А? Ребят, кто скажет? Где взять деньги на подготовку? Все мы знаем твой ответ на подобный вопрос. Отнять, убить, самому заработать. Заработать лекциями в универе. Экзамен на 5 сдал сегодня, поздравляю, ботаник. У спонсора. О, ребят, стать альфонсом. О, ребят, давайте поговорим про то, как взять деньги на подготовку у спонсора. И как его вообще найти? А? Да не мешает мне окно, ребят? Наплакать, насосать. Образование, работа. Да, как его получить? Вот, у всех интересно, как получить спонсора? Отнять у бабушки пенсию. Думал, Игорь денег просит. Ребята, пожалуйста, подайте мне денег на подготовку. Ку-ку, еб-то. Я понимаю комментарии, блин. Как заработать на Каневарве? Работать надо. Нет, ребят, такая тенденция у нас пошла. Я поделюсь с вами некоторыми байками. Помните, да, мы договорились о том, что буду вам байки травить всякие разные? В 2008 году я приехал в Санкт-Петербург и устроился тренером в клуб Олимпф. Вы эту историю знаете. Теперь я могу вам, ну, точнее, я вам порассказываю про истории, которые у меня происходили с клиентами. Что мне рассказывали клиенты и, короче говоря, во что меня просвещали. Интересно вам послушать. Вот, Валерон просит, не стесняется, правда, обещание на ютубе. Вот, да. Ну, короче говоря, ну, кто просит, ладно, это их дело. Я расскажу, как я познакомился с этой темой в Санкт-Петербурге. Итак, в 2008 году я устроился в клуб Олимпф, который до сих пор стоит на Кондратьевском проспекте. Кондратьевский 64, корпус 6. Раньше он назывался Олимпик. И я стоял там дежурную смену, наверное, месяц-трой что ли было работы. И пришел такой клиент на рецепцию. И такой говорит, я, короче, всех знаю, со всеми тренировался, тренированный. Мне тренеров ваших не нужно, я сам все знаю. Вот, я только что из, там, тренировался в одной большой сети спортивной, в другой большой сети спортивной. И вот пришел сюда, все уже знаю. На что ему на рецепции сказали, ну, знаете, так знаете, окей. Он спросил, а там есть хоть кто-нибудь, там, тренер какой-нибудь, который, ну, может подстраховать хотя бы? Ему сказали, да, конечно, есть. Я как раз стоял на дежурной смене. И он такой говорит, а чего у нее там, сколько тренировка-то стоит? Он говорит, 600 рублей, у меня стоило 600 рублей. Он такой, ну, давайте я возьму 10, хоть подстраховать, чтобы я там себе ничего там не натворил с собой. Окей. Он поднимается наверх. И такой говорит, слушай, я тут похожу, покачаюсь, ты посмотри, чтобы я тут себя не убил. И я так, ну, ладно, окей. И смотрю, он там качается, 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 что там вообще ужасно все делает. Потом подходит ко мне и такой говорит, слушай, мне что-то скучно, пойдем поболтаем там на снолях. Он такой, ну, пойдем. Вот. И здесь начался у нас душевный разговор про спорт и про многие-многие другие вещи. И он рассказал о том, что спортсмены, ну, он спросил, сколько я зарабатываю и так далее, я ему сказал, сколько я зарабатываю. На тот момент, когда тренерская была очень даже ничего. Ну, и хватало на все, в том числе и на подготовки, на курсы, на все остальное. В принципе, для чего я в Питер-то и приехал. Вот. Я вам не начал рассказывать о том, что какой опыт есть у спортсменов, которые живут в Питере. И как они готовятся на соревнованиях. Но это не то, как питерские спортсмены, это вообще, наверное, по всей России относится. Что вот он спонсирует атлетов, начиная с 94-го года. Ну, как спонсировать? Последний раз он спонсировал, там, где-то в 2000-м, в начале 2000-х, со словами, держи деньги, но больше ты у меня больше ничего не просить. Вот. Такие пироги. То есть, в чем заключается именно такое партнерство? То есть, спортсмен говорит о том, что на этом спорте заработать нельзя. У него маленькая зарплата, он много заработать не может. У него там съемная квартира и еще прочее. Короче говоря, денег у него нет, но очень хочется подготовиться. На что клиент говорит, ну, окей. Но тем самым человек выпрашивает бабки. То есть, он просит деньги за то, что, в принципе, может сделать сам, приподняв свою жирную жопу с дивана. Вот. И его это настолько взбесило, что он перестал это делать. В принципе, он не понимал, почему он это делает. Чисто из жалости, по ходу дела. Вот. И прикол потом пришел, и его друг, где-то через пару недель. И мы подняли тот же самый вопрос. И, ну, точнее, я начал разговаривать, ну, прямо так, при друге, естественно, со вторым другом. Я говорю, дай денег. Зачем? На подготовку. Такой, сколько надо? Я говорю, 500 тысяч. Деньги небольшие, немаленькие, но надо подумать. А какой мой выхлоп? Я такой, медалька у меня на шее и кубок, который остается у меня. Такой, смотрит на своего друга такой, походу меня разводят. И, к сожалению, такая тенденция почему-то в Питере присутствует. И спортсмены не внушаются тем, что попрошайничают деньги. Это меня прям за живое всегда берет. Ну, блин, ну, какого хрена? Ну, иди, блин, работай, мужик, е-мое. Еще говорят, вот, для тяжей и супертяжей нужно больше всего денег, поэтому мы просим помощи. Чувак, ты здоровенный кабан, 100-килограммовый. Иди, блин, поднимай жопу, блин, и работай. Делай деньги. Не обязательно работать. Обогащайтесь там, зарабатывайте, как хотите. Ну, блин, можно. Договоритесь с клиентами о партнерстве, о сотрудничестве. То есть, он вам деньги, а вы ему что-то взамен. Бартер или еще как-нибудь. Старайтесь завязать эти партнерские отношения, а не подаяние, блин, просить. Ну, реально, мужику это делать стыдно. Ладно, девушка просит. Нормально, мужчина должен обеспечивать. Но когда это мужчина делает, это, наверное, парадокс, когда еще женщина даст денег мужику 100-килограммовым, чтобы тот подготовился. Это как, я помню, был такой интервью одного известного атлета, и он рассказывал о том, что вот, федерацию одну закрыли. Он пришел в новую федерацию, а там денег нет. И пришлось идти устраиваться на работу. Тридцать с лишним лет мужику весит 140 килограмм. Детинушка, пожалейте его, он пошел устраиваться на работу. Тренера. Чувак, ты что делал всю свою жизнь, чтобы тренером-то пойти в тридцать с лишним лет устраиваться на работу? По ходу дела вообще ничего. И вот вопрос в том, что эти люди в дальнейшем будут делать. А я вам расскажу, что они будут делать в дальнейшем. Они не в 40 лет, а в 50 будут также работать тренерами. К сожалению. Игорь, как на приеме у психологов? Так я же по своей специальности, ребят. Спортивная психология? Сними нозри. Нормально? Ладненько, ребят. Маленькое такое лирическое отступление просто навеяло. Сегодня с утра. И вот захотелось с вами поделиться. Так что, ребят, будьте, как всегда, добрее, умнее, веселее и здоровее. И не будьте попрошайками. Это стыдно для мужчин. Пока-пока.